Так, всем привет! Ставим плюсики, как меня видно, как меня слышно. У меня немного темновато, но думаю, меня видно. Кто-то, кто-то пишет. Давайте проверим. Я поставлю на запись и будем начинать. Хорошо. Так, сегодня у нас тема вебинара «Моя система работы в Инстаграме». Все знают, что я там работаю в последнее время, поэтому сегодня я с вами поделюсь, что я там делаю, как я это делаю и что вообще приносит в Инстаграме результат. В принципе, действия одни и те же. Вывести человека на диалог и на страничке показать, чем мы занимаемся. То есть создать рабочую страницу, чтобы она была интересной, красивой, потому что в Инстаграме любят красивые фотографии. Вот. И хочу начать с того, что, во-первых, меня зовут Сторон Оксана, да, кто меня не знает на вебинаре. Вот. Я директора по развитию бизнеса в компании «Джерелия». И сегодня я еще хочу вам сказать такую уже не новость, да, что мы с командой лидеров запустили обучающие вебинары для всей команды. И каждый день с понедельника по пятницу в 11 часов проводим для вас эти занятия онлайн. Делимся фишками в работе по рекрутингу, по работе с командой и все остальное, да. Поэтому обязательно приходите сами, планируйте свое рабочее время, пригласайте своих команды, своих новичков, если это тема для новичка, ну и своих лидеров обязательно. Потому что все мы знаем, да, что запись посмотреть – это уже немножко не то, а в онлайне можно задать и вопросы, вот, и как бы разобраться более подробно со своей, ну, с темой, там, чем вы интересуетесь. Вот. И также сегодня начну с того, что… Сейчас слайд подгружается. Немножко о суть работы, да, ради чего мы это все делаем. Так как все сетевые компании работают с одним принципом, да, выполнить маркетинг-план, создать товарооборот и получить свой процент. Система работы, смысл работы в каждой сетевой компании одинаковая. Скажите, пожалуйста, сейчас видно мой слайд, потому что у меня ничего нет. Он не хочет подгружаться сейчас. Так, следующий есть. О, есть. Вот мы видим наш маркетинг-план, да, это статусы и групповые обороты до статуса директора, наши премии уже со статуса директора, да, за выпуск новых директоров. Есть у нас также система пассивного дохода, мне поместилась картинка на слайдик, вот. Ну, я думаю, в принципе, все, кто здесь на вебинаре, это все знают, да, и суть-то работы везде всех в сетевых компаниях одинаковая. В нашей компании Джереля это то же самое, да, выполнить маркетинг-план в нашей команде. Мы это делаем вместе, мы собираем команды, и командной работой организовываем эти обороты, получаем деньги согласно маркетинг-плану. Методы работы, в принципе, тоже одинаковые везде, да, поэтому многое зависит от условий, от, ну, условий сотрудничества с компанией, поэтому здесь уже, как бы, я считаю, в нашей компании самые лояльные условия, самые простые, потому что я на это все пришла с других компаний, где я только не была, и, как бы, на этом построила бизнес и развиваю его дальше. Вот, ну, как бы, результат сам за себя говорит, да, остальное уже, как бы, каждый остается при своих знаниях и так дальше. Вот, давайте не будем дальше затягивать время, да, уже, как бы, расскажу вам, что конкретно по Инстаграм, что нужно для старта. Во-первых, это цель, потому что, не зная цели, зачем вы начинаете работу, соответственно, результата не будет. Это в любой работе. На работу мы когда идем, мы знаем, что если я сейчас отработаю месяц, я получу зарплату, да, потому что мне надо в семью то-то, то-то, то-то. Там ребенку что-то купить и так дальше. Здесь то же самое, да, мы садимся за работу и мы понимаем, что если за три недели я сделаю товарооборот, я получу вот такую-то зарплату, и вот эта зарплата мне нужна для того-то и того-то. Вот, поэтому без цели никуда. И также сама цель должна у вас быть, ну, с какой целью вы развиваете страничку, зачем вы идете в Инстаграм, или просто создать интернет-магазин и показывать людям свой магазин и продукцию компании, да, или же все-таки приглашать людей на бизнес. У вас должен быть план работы. План работы именно, ну, и обязательно тот, который на день, да, что когда я буду делать по пунктам, по времени расписано. И, конечно же, план работы в самой соцсети Инстаграм. То есть система, так бы я сейчас назвала, что вы делали, и чтобы вам эти действия принесли результат. К примеру, там, утром сториз, да, в такое-то время разместить, план. Ну, да, СММ-планером мы запланировали посты, нас будут идти, да. Потом я подписки делаю, там, директ общения. То есть вот это тоже своего рода уже план работы. И имея вот это представление, то есть через план, вы будете иметь результат. Потому что просто слепой, вот говорят, делать я беру и делаю. Это, конечно, ну, немножко нет организации в работе и так дальше. Вот, обязательно не меньше трех аккаунтов в Инстаграм. Это мой метод работы, да, то, как я работаю. Возможно, кто-то знает, я и достаточно одного метода, поэтому здесь уже чисто индивидуально я рассказываю обо своей. Не меньше трех аккаунтов. Чем больше людям мы покажем, чем мы занимаемся, свои результаты, тем больше людей мы выведем на диалог, расскажем о своих перспективах, да, и вообще предложим работу, тем больше людей придет по нам в команду. Вот, также у нас есть программы помощи, да, сервисы, которые помогают нам, да, наладить поток. Программы, да, вот эти, которые нам помогают в рекрутинге в Инстаграм, потому что там нужна система работы, система действий, и, ну, если три страницы, то понятно, что это нужно день-сидень, чтобы сделать, да, а уже когда у тебя конкретно есть помощники, там, тот же самый СММ-планер, да, на неделю написали пост, он там тебе планирует, пишет за тебя все. Вайбер для того, чтобы с людьми общаться, там, Телеграм, сервис Канва, сервис на телефоне, снапси, да, то есть дальше я расскажу. Ленграм, Ленграм, то есть программ очень много, и каждый выбирает свое. В конце этого вебинара я расскажу немножко о новой программе, Инстаграм, она на телефон устанавливается, к сожалению, только на Андроиде. Ну, это по той информации, которую знаю я. Может быть, и на айфоны тоже, но нужно пробовать. Вот, поэтому дождитесь конца вебинара, да, расскажу вам новую программу немножко, а потом отдельно сниму еще видео, чтобы уже более подробно по настройкам разобрать. Дальше сайт для сбора контактов, то есть это тот сайт, те сайты, которые мы заказываем, наши новички у нас заказывают, да, после первого заказа рабочий сайт, то есть там тот вариант, который я предлагаю, там есть и форма для того, чтобы человек оставил свои данные, электронную почту, номер телефона и имя, да, им позвонили и проконсультировали, что же за работа, ответили на его вопросы. И форма для регистрации. Да, вот, дальше шаблоны у нас должны быть, то есть заготовлен шаблон переписки, на всякий так случай, да, но все равно частично нужно стараться писать, ввести переписки от себя. Вот, ну, как бы, изначально для новичка можно и шаблонами пользоваться. Вот, и документы должны быть часто задаваемы вопросами, то есть ответы на возражения, как бы шпаргалочка, чтобы люди все равно в переписках и в диалогах задают одни и те же вопросы, да, и зачем постоянно одно и то же писать, если можно его раз написать, потом взять, скопировать, или просто, если вы голосом общаетесь, ведете переписки, ответить и все. При регулярной работе это все уже, как бы, изучаешь, да, и уже, как бы, шаблоны вот эти не нужны, ты сам от себя это все проговариваешь. Ну, и плюс дополнительно какую-то информацию от себя добавляешь. Вот, немножко пройдемся по оформлению страничек, как это делаю я. Вот, это обязательно, потому что, ну, страничка – это наша визитная карточка, да, без этого никуда, и если она будет оформлена неинтересно, непонятно, что вы, кто вы и зачем вы добавились и пишете там какой-то смс-ку, да, то у человека будет разногласие, нету доверия, да, и мало ли он там заинтересуется вообще. То есть страница должна показывать конкретно, кто вы, чем вы занимаетесь, да, что вы предлагаете, какие есть результаты, то есть успехи, ну, такие истории по рабочему. Конечно же, личная жизнь, но в открытую ее не нужно делать, какие-то основные нюансы, чтобы вы тоже оставались для людьми загадкой. Вот, логин аккаунта, мы обязательно пишем имя, фамилию, желательно без цифр. У меня есть один аккаунт с цифрами, ну, как бы работает он хуже или лучше, я не знаю, потому что опять страничек у меня на сегодняшний день. Вот, и я стараюсь писать имя, фамилию, чтобы люди меня находили в следующий раз, да, потому что, ну, эти непонятные логины, они, ну, не всегда его запомнишь, и, ну, как бы, не знаю, это мы рекламируем себя, да. Фото. Обязательно фотография ваша, ни птичек, ни буков каких-то там рекламных текстов, а именно ваш крупным планом, чтобы вас люди видели яркую, да, самую красивую, которая у вас есть. Вот. Подвязать аккаунт к страничке в Facebook. Если у вас есть контакт в ВКонтакте, можно через VPN, да, там, расширение. Для чего это делать? Для того, чтобы, если страничка у вас новая, просто набрать быстро подписчиков количество какое-то определенное, да. Все это есть, вот, я на слайде справа стрелочкой указала на три точки, здесь нажмете, здесь это все есть, да. Да. Пригласить друзей с Facebook, то есть вас тоже там запросит, ну, будут по настройкам там походить и есть, да, что с Facebook, вот, когда вы подключаете, есть у вас друзья, и вы можете просто на них поподписываться, или даже там есть кнопка подписаться, пригласить всех, то есть, ну, здесь по настройкам походить можно. Вот, можно пригласить с телефонных контактов всех своих, кто там у вас, телефонные книги, да, уже вам будут подписчики. Но это все по настройкам. Я скрин не делала, поэтому я думаю, там так и прямо оно все понятно написано. Вот, и обязательно открыть аккаунт, потому что многие путают, может быть, вот эти кнопочки, да, вот внизу закрытый аккаунт есть, и закрывают его, поэтому люди, соответственно, вашу страничку не будут видеть, и то, что вы будете там писать, это только для ваших подписчиков, а другие вас не увидят, смысл, да, тогда, поэтому лучше открывать. Вот, и пишем статус. Да, что предлагаете в статусе пишем, о чем страничка сама, о чем вы будете людям рассказывать, то есть у вас должен быть какой-то образ, что вы будете преподносить людям, что вы будете людям рассказывать, и как бы этого образа держаться, то есть какая вы, да, ну, как бы всех нюансов жизненных открывать не нужно, вот, если конкретно вот рабочий момент, систему работы вы там будете предлагать, или вообще работу, да, то есть какая-то, ну, определенная, ну, это нужно подумать вам, да, для какой целевой аудитории это вы все делаете, да, для декретов, декретов, ну, тех, кто в декрете, для студентов, может быть, для тех людей, которые работают, соответственно, это уже будет входить в ваш образ, потому что вы пишете, как можно оставить свою прежнюю работу, да, и зарабатывать в Инстаграме том самом, да, в Интернете и получать в разы большую зарплату, чем на наемной, при этом будучи дома, да, и не бегать там куда-то еще по времени к начальству, да, постоянно получать, ну, и как бы такого рода все, вот, и оставляем обязательно в статусе изюминку с перчиком, да, чтобы подцепило человека, чтобы он заинтересовался вами, зашел к вам на страничку или там вот в сайт, да, внизу от меня видно пост, вот, эта фотография, да, вторая вот, и маленькая, и видно, что у меня подробнее написано, да, и такие пальцы указательные вниз, где я поставила ссылку на сайт, то есть это единственное место, где у Инстаграм кликабельная ссылка, сюда можно ставить на страничку Facebook, если вы ее там актуально, красиво оформляете, да, и у вас там действительно уже бренд, можно так сказать, если вы лидер, да, или же ссылку на сайт, чтобы люди заходили, уже читали подробную информацию, но опять же, желательно, чтобы сайт был с формой, где человек может просто оставить свои контакты, телефон, электронную почту, чтобы вы созвонили с ним и рассказали, что за работа, потому что все данные анкетные, где живет, какой год рождения, люди этого заполнять не будут, это единицы, ну, это как пассивная регистрация, вот, но я дальше вам покажу, как сделала это все я, вот, поэтому статус, это шапка вашей странички, это важная часть, и ее нужно, ну, подойти уже, как бы, ответственно к этому, да, и оформить, чтобы был результат, потому что даже со статуса много людей сразу идут на сайт, и им это интересно, если большой поток на страничку, вот, и записывается на собеседование. Дальше мы странички обязательно наполняем постами, 9, это 9 логически выстроенных постов, посты подогревающие, да, 9 пост рекламный, я здесь написала, ну, в принципе, можно через каждый третий делать это все, но, как бы, не в каждом посте делать призы, или один из шести, и, то есть, мы заходим на Инстаграм и видим сразу 6-9 постов, то есть, здесь, чтобы было уже человеку понятно, не переворачивая там далеко, опять же, да, чем вы занимаетесь, то, что я изначально говорила о вас, история, может быть, какие-то жизненные ваши там ситуации, мысли какие-то, да, обучения, то есть, какие темы постов, ну, какие темы, вот, я же говорю, да, история о себе, дальше, почему сетевой маркетинг, может, там, выбрала, да, дальше, там, обучение, если это новичок, он проходит, да, не нужно становиться сразу экспертом, человек может написать, зачем он пришел сюда, где-то побывал на вебинаре, да, что-то интересное, какие-то первые успехи, там, первые товарообороты, первые лидеры в команде, это все можно выставлять, это уже будет людям виден, что у вас есть результат, да, что есть поток, да, что мы не стоим на месте, опять же, мысли, да, какие-то истории, если вы в декрете о детках, то есть, ну, здесь, как бы, ну, свободная форма, в принципе, но, чтобы было с этого понятно, что вы работаете, предлагаете работу, можно о компании, да, написать преимущества компании, можно какие-то, может быть, возражения, если вы уже начали работать, и часто с этим встречаетесь, и вы понимаете, что ваша целевая аудитория в основном возражает, например, мне неинтересно, или там, где гарантии, что я буду зарабатывать, вот, и как бы на вот это дать ответ, то есть, это то, что, ну, это нужно обдумать, да, у каждого своя ситуация, у каждого понятно, вот, ну, и два раза можно ставить рекламный пост, но здесь смотрите, здесь по рекламному посту вы смотрите сами, потому что здесь у каждого свое, там, кто-то раз в неделю выставляет рекламный, я, например, здесь каждый три поста, ну, это, в принципе, нормально, вот, ну, и учимся обязательно делать дизайн странички, рубрика в одну колонку, можно, да, там шахматная форма есть, можно пробовать, то есть, в принципе, обязательно заголовки на таких постах, где вы хотите показать человеку, ну, донести какую-то важную информацию, да, и цепляющие заголовки, чтобы их было понятно, четко видно, вот, фильтры прибавляем, ну, в принципе, этому моменту нужно учиться, есть масса видеороликов. Как сделать? Ну, это два поста обычных, например, фотография, третий поста у тебя идет, ну, вот, как я делала, сейчас и дальше покажу, какой-то там, ну, ну-ка, почему вручную? В SMM-планер это все можно забить, и он будет постить, просто оно будет там передвигаться по чуть-чуть, и все. Ну, можно это все сделать? Можно в шахматном порядке, сейчас, например, начала учиться в шахматном порядке, там через один, один пост фотография обычно, один, этот, ну, какой-то просто заголовок, да, планируешь, ну, да, сама, вот, ну, сейчас немножко я вам дальше расскажу, вот, и давайте я покажу вам экран, свою страничку, чтобы вы понимали, о чем я говорю, да, сейчас не скажете, видно или нет, так, пошел экран, так, смотрите, есть экран, я сейчас зайду, посмотрю, потому что мне не видно, пишите в чат, есть или нет, да, видно, хорошо, вот, смотрите, вот моя одна из страничек, да, ну, и что мы здесь видим, мы видим фотографию, да, то, что я говорила, подписчики, вот у меня видно подписчиков 6 тысяч, подписок 4, вот еще такой важный момент, я там дальше тут буду рассказывать, что подписчиков должно быть меньше, чем подписок, это говорит о том, что ваш аккаунт интересный, люди вас читают, и те, кто к вам зашел, они, вероятность всего останется у вас тоже, да, как бы, значит, у вас какие-то продажи, результаты есть, но это такая, принцип такой Instagram, да, вот, поэтому здесь у меня, когда ходит до 4 900, да, у меня там вот эти программы, которые я расскажу, она будет делать отписку, 2000 отписок, чтобы, как бы, немножко эти цифры были не наравне, а чуть меньше в подписках, вот, у меня идет статус, обязательно вот здесь у меня имя, фамилия на русском, да, написано, чтобы никакой там работа на дому, ну, это, потому что я предлагаю себя как лидера, да, что я могу научить, это, я считаю, самый оптимальный вариант, идет у меня статус, на компьютере, конечно, статус здесь некрасиво, да, с телефоном выглядит так, как я на слайдах вам предыдущих показывала, вот, смайликом здесь тоже не видно, но статус должен быть смайликом, он будет красочным, он будет бросаться в глаза, вот, и у меня вот там, где ссылка веб, ссылка, да, я раньше ставила ссылку на сайт, сейчас у меня такой-то есть сервис, тап-линк, ну, это можете каждый прописать в гугле, зайти на этот сервис, там очень интуитивно, все понятно, можно сделать самому, поставить кнопки, как это выглядит, вот, нажимает человек на кнопку, здесь моя фотография, да, к каждому аккаунту можно это все прикрепить, сделать, вот, и пишу, здесь у меня подробно о заработке, эта ссылка на сайт ведет, сайт, который у меня для работы, да, здесь моя немножко маленькая история, здесь суть работы, в общем, это все, вот эта форма, о которой я говорила, что человеку, если вот это все заинтересовало его, дальше наши доходы раздел, да, он указывает свое имя, номер телефона, имейл, записывается на консультацию, мне на почту приходит заявка, я ему звоню, то есть мы общаемся уже более подробно о предложении, вот, и, в принципе, бывает такое, что люди почитали и идут сразу на регистрацию, нажимают на кнопку, здесь регистрационная форма обычная наша, да, и, как бы, человек заходит, регистрируется, и там уже дальше тоже обзвон. Здесь кнопка есть добавиться в друзья в Facebook, много идет, кстати, добавлений в друзья, очень большой поток на страничке, я скажу, постоянно по 5, 10, 15, 20 человек в друзьях, есть, конечно, это люди, рабы, да, вот эти наши, и есть нормальные, там, мамы в декрете, девочки, да, женщины, то есть, в принципе, как бы, добавление есть. Есть у меня раздел здесь о доходах, постоянно его обновляю, чтобы люди видели, что здесь реально зарабатывают, но это то, что самое большее их цепляет, вот, потому что в разговорах с людьми они об этом говорят постоянно, вот, ну и, как бы, статистика, вот уже 2 тысячи, да, человек уже приходит, пришло, но это из тысячи был выставлен этот, поэтому тысяча уже набежала. Хорошо, вот, ну и, как бы, вот мои публикации. Сейчас я немножко по-другому пытаюсь отфильтровать посты, чтобы было это вот, как бы, в одном стиле, да, с одними фильтрами, эта картинка еще у меня тут будет пост, один, чтобы было 6, да, постов. Раньше вот так вела, вот, как бы, пыталась как-то в одной, в один столбик, вот так вот в перекрестках, но это постоянно сбивается, вот видите, оно некрасиво получается, тем более та ярче картинка, та темнее, оно как-то такое рябуется, да, вот, поэтому, ну, в принципе, всему учимся, да, все, вот, скажу, что, идеального у меня ничего сразу не было, все в самообучении, видео каких-то, да, вот, рассматривала, пробовала, делала, и, как бы, со временем это приходит у всех, то есть сразу идеально делать не начнешь, ну, как бы, это более-менее мне сейчас нравится, вот, ну, это основной, да, так, и все, пока давайте поедем дальше, так, так, я вернулась, да, главное начинать, это все делать, если есть цель, стремление научиться, то обязательно этому и научиться, потому что не выходит, да, пришла в Инстаграм, ничего не выходило, ну, как-то, не знаю, пробовала, смотрела ролики разные, да, и получилось, вот, поэтому здесь, как бы, ну, а параллельно работала теми методами, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, чтобы поток регистрации не упал, потому что можно зациклиться на одном, регистрации не будет, да, наша цель не обучаться, а цель привести людей, а обучение уже делаем параллельно, вот, и программы-помощники, которыми я работаю, для раскрутки аккаунта, у меня сейчас есть промо-флоу, новая программа на телефон устанавливаться, и Лианграмм. Промо-флоу в себе, у меня здесь музыка на фоне, промо-флоу, она, сейчас, промо-флоу на телефоне, да, она делает все функции вместе, даже те, которые есть в Лианграмм, вот, поэтому, ну, кому как удобнее, если, например, на телефоне промо-флова нету, то Лианграмм будет как раз кстати, да, по цене получается то же самое. И что здесь цена одинаковая, да, и что здесь. Сейчас немножко я отлучусь, тишину сделаю. Так, я на месте. Смотрите, программа промо-флоу, здесь в зависимости от того, какие бонусы вы будете покупать, да, сколько бонусов, оно как-то от бонусов. Например, вы подписываетесь на людей, а один человек к вам подписался взаимно, это минус один бонус, да. Я, например, за 150 гривен купила 5000 бонуса на все 5 страничек, то есть оно 5 бонусов распределяется на все 5 страничек, которые я туда загнала, в эту программу. И у меня за неделю сняло только где-то 800 бонусов. То есть даже вот эта программа промо-флоу, она будет по стоимости дешевле, и не нужно там, если вы выключили программу, да, оно не считает деньги, а Лианграмм там по месяцу. Если месяц ты неделю не работал, то это твои проблемы, да, а 250 гривен заплатил. Лианграмм 250 на 5 аккаунтов. Может, можно и больше, но у меня опять загружает нормально. Вот. Есть Лианграмм бесплатная версия на одну страничку. Промо-флоу есть, дают 100 бонусов бесплатно, чтобы оценить программу, да, дальше уже там смотрите. Но это если платно, потому что, ну, в Инстаграме для системы какой-то помощник все равно нужен. Дальше. У меня дизайн фото с текстом. Есть конва, можно работать с конвой, да, с компьютера, делать надписи, заголовки, красивые картинки там, какие-то рамочки и так дальше. Или же там снапсид, например. Ну, я работаю сейчас, у меня конва на телефоне нет, только компьютер, да, и это рамки я пользуюсь, но можно, в принципе, начать с этого. На телефоне у меня стоит снапсид и еще один фоторедактор, ту-вилф фото, в общем, не помню точно, не сделала я фотографию. То есть я там обрабатываю фильтрами, дефекты какие-то убираю, да, с лица, с фотографии вообще, фильтрами обрабатываю и снапсидом пишу текст. То есть у меня снапсид для того, чтобы делать заголовок именно в одном стиле, в одном шрифте, чтобы это было на страничке Инстаграм видно и, ну, как бы, однообразно и красиво. Вот, автопостинг, СММ-планер, раз в неделю я сажусь и планирую на целую неделю, а то бывает и больше, чтобы, как бы, постами уже не заморачиваться, да, опять же, контент-план делают для себя, могу даже в блокноте сейчас вам показать, если блокнот быстро найду, так у меня в блокноте это все расчерчено, конечно. Ну, вот, к примеру, вот такой вариант, вот, ну, это здесь у меня пока по трем, да, по шести постам то, что я делала, вот, на 9 дней я сделала себе, вот, я так разбила, да, по дням, ну, примерно, как моя шахматка будет выглядеть. Вот, есть еще вот такой контент-план, где я писала именно какие посты, чтобы человек зашел и понимал, что он будет, ну, с чем я занимаюсь, да, продумывала, то есть логически быстро нас не найдут. Нет, блокнот уже расписанный. Ладно, ну, в общем, примерно такой вот, вот, смотрите, я здесь на месяц вообще стала, то есть у меня это все есть, видите, я не просто говорю, да, рассказываю, то есть у меня это и делаю. Вот, поэтому, эта работа тоже отдельный день выделяем, но это все воскресенье обычно и работаем. Вот, дальше, для переписок у меня вайбер стоит, месседжер и телеграм, потому что у нас там чаты, ну, инстаграм сам месседжер, да, потому что в инстаграме мы работаем. Как я делаю? Я людей пишу первое сообщение, если человеку интересно, немножко суть рассказываю и говорю, давайте перейдем в вайбер или телеграм, месседжер там, там уже более подробно я вам все объясню, потому что здесь неудобно общаться, да, и писать долго, и инстаграм по поводу директа немножко недоработан. Вот, и мы туда переходим, даю свой номер или человек дает, да, говорит где куда, и там уже в форме голоса я общаюсь, мне проще сейчас по голосу, быстро рассказать и все, даже четче, класснее, лучше, да, класснее расскажешь, чем просто напишешь какой-то тезисный текст, и человек где-то что-то поймет, где-то нет. Вот, и обязательно на телефоне шаблоны, то есть есть блокнотик, ну, обычный блокнот, он тоже такой есть в телефоне, кстати, в этом плеймаркете, можно его установить себе, и туда все шаблоны законспектировать для того, чтобы вести переписку. Чтобы не думать долго, да. Ну, и вот моя ежедневная система работы, что я делаю каждый день, да, чтобы был результат. Смотрите, пожалуйста. Первый день, к примеру, да, я написала в СММ-планер 9 постов, то есть, чтобы они уже постились, я уже не переживала, что там еще какой-то пост надо выставить, а в ленте-то мелькать надо, и люди, которые тебя читают, тоже должны за нами наблюдать, да, читать что-то новенькое, интересненькое, чтобы быть интересным. Плюс сторисы два раза в день. Ну, я один на день ставлю, и пытаюсь каждый день, вот как-то еще дополнительно там утром, с 9, с 8 до 11 дня можно сторис ставить, это самый такой актуальный период разгара в Инстаграм, когда все сидят, да, и с 7 часов вечера до 10. Но я по своим постам заметила, что, например, если пост, то есть я выпадаю уже с 6 часов вечера, он набирает больше статистику, охвата, то есть у меня, как бы, наверное, аудитория больше в такое время сидит. Может, это ушло, поэтому пробуйте, здесь можно, если страница в бизнес-страницу переведенная, я думаю, мы об этом проведем вебинар, расскажем, как это все делать, переводить, вы видели статистику каждого поста. Вот, дальше я в этот день планирую еще аккаунты, да, с которых будет у меня программа любая, какой я буду работать, подписываться на кого, выбираю аккаунты те, где моя целевая аудитория в основном сидит, и смотрю, чтобы на этих аккаунтов было меньше вот этих роботов, арабов, да, то есть как бы украинские странички, интернет-магазины украинские, гивы-вэшки те же самые, то есть здесь нужно пробовать. 5 штук, то есть у меня 5 страниц, 5 аккаунтов. На второй день я запускаю программу подписка лайки Дирик, подписка это на те аккаунты, в которых я нашла, ну, куда, на кого будет подписываться программа, да, параллельно она людям ставит лайки, и тем, кто взаимно подписался, идет сразу смска приветственная, да, и это все вот этим промо-флоу программы можно сделать. Так же самое, или вручную, или программой можно сделать рассылку дополнительной смс в Дирик, тоже выбираем аудиторию, где будем высылать, и даже если человек не подписался, то можно ему выслать, да, и он прочитает в любом случае. И ввиду диалоги уже начинают, потому что уже пошло Дирик. Третий день запуск рекламы, программы повторно, те же самые действия, собеседование, да, кто-то записался на собеседование с сайта, новые регистрации, как бы вот такая система работы, и вот с чего начать, в принципе, вам уже прописано, готовьте, садитесь и делайте, главное, если кто-то повторит, у него будет результат 100%. Вот, и статистика по страничкам, да, подписок не менее тысячи в сутки, с интервалом 28-38 секунд, скажу, что вот эта статистика, она в Инстаграм постоянно меняется, постоянно обновляется, но средняя такая, подписка интервала 12, да, там не более тысячи в сутки, вот, ну, в принципе, как бы я программу выставляю, или даже сама больше тысячи не подписываюсь в день, не отписываюсь, это 100%. По поводу смс-директа, больше 45 штук я в день не высылаю с одного аккаунта, чтобы уже не забанили, возможность слать, как бы еще странички живые, полностью их никто не удалял, может, там такого нет, но саму функцию слать, могут заблокировать на пару суток, вот, по 10 штук в час, не больше, да, потому что тоже могут заблокировать, если, например, в день по 10 штук с одной странички уже разослать с 5, это уже 50 смс, если два раза, это уже 100, то есть это уже будет у вас диалогов много, но опять же, если у вас интересная страничка, потому что в Инстаграме люди, они как, они увидели запрос на переписку, они зашли сразу на вашу страничку, посмотрели, потом они будут принимать решение общаться с вами или нет, если на страничке нету, то действительно информация, о которой вы говорите в сообщении, то диалогов у вас просто не будет, страница неинтересная, они не понимают, кто вы, что вы, да, и так дальше, вот, может какой-то просто спам, прилетел, да, и все, вот, ну и как бы на новом аккаунте фотографии сразу все нельзя заливать, да, чтобы там много их было, вот, ну, как бы, я по одной фотографии в день, например, ну, можно две, там, если хотите, какой-то шесть уже, по 100 первых, чтобы было, по 100 в день, можно и запланировать, страшного ничего не будет, комментарии я не пишу, но если будет кто-то писать, то вот вам статистика, для новых страничек, по 500 подписок, да, делаем в течение суток, не больше отписок, там лайков, ну, не тысяча, вот, и директ, то лучше все-таки начинать с минимума, да, там, по 5 смс в час, потом через неделю уже довести до 10, но страница должна быть отстояна не меньше одной-двух недель, то есть, одну-две недели можно посты постить, но, как бы, не активно, чтобы не, уходит по 4 часа в день, то есть, ну, и так как, вообще на работу, на программу, то, что у меня программы, у меня вот это промо-флор, она работает сама по себе, я просто загрузила аккаунт, у нее там, как-то, она, сделала лимит, да, подписок, например, она пишет, так, через сутки будет продолжена работа, и она себе работает, то есть, в Ялту заглядываю, все поношло, проверяю, вот, регистрации, если реально, я сейчас дальше расскажу вам, вроде бы должна рассказать, да, по рекомендациям, то 3-4 регистрации есть, сейчас расскажу, почему именно, да, именно вот эта система, это то, что я рассказала, и еще сейчас добавлю, ну, добавлю то, что, смотрите, диалоги, четвертый пункт, да, диалоги ведем сразу, то есть, если вам человек написал, что, там, что, что за работа, да, вы ему смс-ку, он вам ответил, да, интересно, то ответ, пожалуйста, нужно, как бы, не оттягиваться ответом, и там же даже, по переписке уже, когда диалог у вас идет, и вы, например, где-то отлучились на 3 часа, и только тогда ответили, ну, бывает такое, да, то уже, чтобы у человека интерес падает, потому что в Инстаграме рекламы много, и вот этих возможностей много, и человек как-то, или просто с потоком информации, в директы оно где-то уплывает вниз, забывается, то есть, это совсем такая интересная, простая самая, да, но, как бы, уже потом диалога может не быть, поэтому, чем быстрее ты отвечаешь человеку, взяла и довела до конца, да, тем быстрее у тебя будет регистрация, то есть, ну, или там перевести другой мессенджер, який вид соток регистрации, спеший смс, а який из прямых зверьных, директа, по постах, Оль, здесь по-разному бывает, в процентах я тебе не скажу, здесь, я просто не считала, у меня, если ставят люди плюсы под постами, да, можете зайти посмотреть, я веду с ними, ну, как бы, больше, наверное, с того, что я людей вызываю на сообщение, ну, высылаю директ, на диалог, вот это, больше всего у меня идет с этого диалога, регистрации и так дальше, потому что, с посты можно сидеть читать, и в итоге ничего не, он там постеснялся, или там просто, да, интересно и сидит, там не знает, что делать, например, да, вот, а уже когда ты в директ ему высылаешь, даже, ну, любом человеку, он зайдет на страничку почитать, о, интересно, да, напишу там, бывает даже такое, что человеку пишешь смс, он пошел на страничку, и на страничке, вместо того, чтобы ответить на смс, он на страничке поставил плюсик, бывает еще и так, и очень часто даже, поэтому, почему я говорю, должна быть система, что пишут сами, что за работа, плюсы под этим, плюсы в, под постами ставят, и пятерочки, в личку пишут плюсы, и пятерочки тоже, просто пишут, что за работа, записываются на собеседование, то есть имя, телефон и электронная почта, то есть все сразу в день, ну, как-то вот так. Как правильно выбрать аудиторию, ну, Татьяна, ну, такой образ жизни, какой у вас, такая ваша целевая аудитория, то есть наша аудитория, это такие люди, как и мы. Если вы работаете, совмещаете работу и, ну, и ходите на работу по найму, вы об этом можете писать, и таких же людей себе приглашать, выбирать, но опять же, в Инстаграме конкретно так не выберешь, но все равно люди есть, они, и помимо того, что вы кого-то будете приглашать, к вам будут приходить люди, да, вот, поэтому здесь уже пишем о себе, да, то есть, как я изначально говорила, образ выбираем, как не ходить на работу, да, уволиться с работы, зарабатывать раз и больше, там, в интернете, то есть нужно вот этот, взять образ такой, да, и его развивать постоянно, писать какие-то интересные посты и так дальше, вот, ну, про страничку по рекомендациям я уже вам сказала, одну-две неделю, да, вот, подписки, рассылки делаем с количества малого, наращиваем каждый день, ну, это то, что по статистике говорила, подписок должно быть больше, должно быть меньше, чем подписчиков, то есть у нас публикации идут, да, подписчики идут, потом подписки, то есть вот у меня сейчас на старом, вот это скрине, 4 090 только подписчиков и 4 700 подписок, вот это неправильный вариант, здесь нужно половину подписок отписать, хотя бы половину, чтобы было, как бы, уже когда я стала отписывать, да, как бы оно стало как-то, то ли мне кажется, то ли оно действительно стало интереснее людям, не знаю, вот, ну, с ответом диалоги ведем, не откладываем, да, можно переводить на телефон человека, брать номер телефона и общаться, если у вас есть время, вот, можно выводить человека в Viber и в Instagram, то есть там, где вам удобно, чтобы пообщаться, потому что мне в Instagram не интересно, неудобно, и даже вот когда ссылку на регистрацию человеку даешь, в Instagram именно, она не у всех открывается, или она открывается, но она открывается через приложение Instagram, и получается, тогда человек заполняет, и оно как-то, ну, не идет, вот, не зацикливаться на программах, не упускать руки, да, если у вас нету возможности купить программу, ручной результат лучше, что я имею в виду, программы такие, как SMM Planner, оформление фильтрованной фотографии, вот эти надписи, это программы бесплатные, подписки, да, вот эти уже идут платные, лайки тоже здесь, ну, каждый по-своему, в принципе, если у вас два аккаунта, его можно и вручную отрабатывать, SMM Planner, уже посты в сторис запостированы, уже вам будет делать, ваша остается задача, просто подписки и писать в Директ, вот, все, как бы тоже неплохо, и вручную мы подписываемся, выбираем конкретно на кого, да, я вот заметила, когда я вручную шлю Директ, у меня больше диалогов, нежели если программа разошлет, потому что программа всем подряд, она не выбирает людей, ты дала им локацию, он всех подряд там, и все, отрабатывает, а мы уже как бы ведем именно вот таким, поэтому здесь каждый выбирает свое по возможности, но результаты есть и так, и так. Так, ну, вот, открывая свой аккаунт на компе, да, берите ссылки на посты, скидывайте в чаты для лайков и комментариев, поэтому это обязательно, чем будет у вас активная страница, комментарии, лайков, не ленитесь, да, пишите в чаты, мы будем вам помогать раскручивать, поднимать активность на страничке, чем больше активность, тем больше людей вас увидит. Вот, ну, конечно же, вот это самый основной вопрос у меня, да, может, у большинства тоже, у людей во время переписок спрашивайте о выходе в интернет, телефон или ноутбук, потому что в инстаграме люди сидят в основном с телефонов, у многих нет ноутбуков, да, и они сидят с мобильного интернета. Когда он зарегистрируется, человек к нам, ему будет очень сложно, и, ну, я обычно спрашиваю, я объясняю, что если мобильный интернет, да, или вообще нету ноутбука нигде никак, то будет и сложно обучаться, и сама подготовка к старту, к рекрутингу займет время подольше, вот, и как бы к этому нужно быть готовым. Те люди, которые уже, ну, осознанно идут, да, я готова, мне надо, они идут, работают, рекрутируют, да, люди, которые, вот, лишь бы так на лифте все, или не хотят там, то понятно, что уже отпадает эта аудитория, потому что, мне лучше работать с теми, у кого есть ноутбук, и это я спрашиваю, чтобы им было проще, да, и мне проще, потому что возиться, делать за новичка все, а будет он дальше работать или нет, тоже нужно приучать к самостоятельности, но не оставляйте без помощи, нельзя, обязательно нужно, ну, как бы рамки, да, границы должны быть, их не переходить, вот, но по ссылке в инстаграм открывается в сообщениях, не полностью я это уже сказала, потому и перевожу в фейсбук, ну, фейсбук, инстаграм, этот, вайбер, то есть здесь уже кто куда, вот, и, ну, раньше была, я вела диалог в инстаграме, а уже ссылку на регистрацию, кидала в вайбер, телеграм, или где там есть человек, вот, сейчас я полностью сразу второе сообщение, перевожу людей на этот, какой-то мессенджер, и там голосом с ним общаюсь, многие люди общаются со мной голосом, отвечаю, да, то есть очень даже удобно, да, можно сделать интернет-магазином, детские игрушки, вещей, блоги, да, очень много всего, сейчас, если прописать в поисковике, одях, на украинский море, там миллион магазинов выйдет, там их очень много, и не только в одях, и детские, и игрушки, да, очень много, откуда можно, ванны, вот я пишу в поисковике, все запросы, игрушки, и на украинской, тогда уже вероятность 100% выпадет украинская аудитория, откуда можно приглашать людей, так, и по программе промо-флоп, коротко в двух словах, скачивается она в плей-маркете на телефон, компьютер, нет, только телефон, она не грузит телефон, ну, у меня нормально работает, несмотря на то, что он у меня слабенький, вот, не тянет, не глючит, ничего, вайбер можно, я бы сказала, намного похлеще, чем вот эта программа, вот, что здесь можно в этой программе, выполнять подписки, да, на аудиторию аккаунта, то есть выбираем ссылку аккаунта, ставим, и она будет на них подписываться, по хэштегам можно подписываться делать, по геотегу, там, выбирая, например, Киев, и выбивает всякие вот эти бары, там, рестораны, какие-то места в Киеве, да, можно вот это тоже, по вот этих выбирать, но там уже будут люди разные, да, вот, те, кто лайкнул публикацию, например, вот, какую-то публикацию с многим количеством лайков вы нашли, там, например, детская какая-то, да, понятно, что лайки поставили, может быть, большинство мам, но там нужно пересматривать этот список, берете ссылку на публикацию, ставите программу, она будет вам их, этих людей приглашать, на аккаунт из файла этого я не пробовала, на группу ВКонтакте, тоже не пробовала, и на пользователя ВКонтакте, то есть это не работа ВКонтакте, это те люди, которые есть ВКонтакте и в Инстаграме, они будут тогда в Инстаграме на них подписываться, ну, то есть там, в общем, я не пробовала. Дальше у нас есть настройки разные, да, по подпискам, то есть здесь можно и в эти периоды выставить, там, сколько лайков ставить, то есть функций очень много, я отдельно сниму видео, расскажу просто, что очень программа такая обширная, да, очень много функций, отписки можно делать, там, получается, от тех, кто к вам не взаимно подписан, не сделала я скрин, отписки можно делать от тех, ну, от всех подряд, кто в списке, то есть, ну, я обычно выбираю от тех, кто не взаимно, взаимные читали, ну, их виды, да, лайки ставить, вот, и есть еще автоотписка, то есть, например, доходит лимит у вас подписок тысяча, да, там, самих подписчиков 500, например, и можно поставить, сколько автоматически программа отписывается, ну, например, на 700 подписчиков, она возьмет и отпишется от них всех, автоматически, то есть, уже раз выставил, просто смотри, чтобы она работала, и все, дальше есть в этой программе различные настройки, управление аккаунтом, и директ сообщения, то есть, это можно заходить не в каждый аккаунт, инстаграм, а с программы промофл, смотреть, и вести даже переписки, смотреть, кто что ответил, вот, вот, директ рассылка, это то, что я говорила, что можно рассылать всем, кто у вас в подписчиках сообщения о работе, да, уже кто у вас есть, она разошлет, но опять же, по лимитам, там, по, чтобы не нарушая, как бы, вот эти все правила инстаграма, он подпишется, программа, или разошлет, соблюдая это все, чтобы вас не заблокировали, потом, вы подписались на человека, и человек к вам взаимно подписался, ему сразу уйдет сообщение, то есть, за это деньги, я так поняла, не считать, директ рассылку всем подряд не пробовала, не знаю, но если взаимно, оно не считать, вот, слева, справа, точнее, видим мой аккаунт, да, даже меня 400 за неделю сняло бонусы, а я говорю 800, да, даже еще меньше, поэтому, мне этих 5000 на 5 аккаунтов, наверное, на 2 месяца точно хватит, и каждый день программа работает, ну, как бы, она подписывает не по 1000 в день, я, честно, даже не знаю, сколько надо, ну, в сутки 1000 отрабатывать, если подписывать, да, и конверсия, здесь тоже видно, где-то должно писаться, что конверсия там, а вот, 5 процентов на вот этой страничке, есть 50 процентов, это, то есть, ну, как бы, конверсия, это сколько подписок было сделано, и сколько в ответ, если 5 процентов, это мало, да, если уже 10, 15, 20, 50, то это уже хорошо, то есть, активно люди взаимно подписываются, ну, как бы, историю все видно, что она делает, да, вот, так что, любые методы работают, да, если ими работать, это уже, я как бы, такой, отдельный, метод в инстаграме, да, ну, для тех, ну, в принципе, можно разобраться с этим всем, начать работать, да, и многие вот говорят, что спам не работает, я скажу, что спам, это не спам, это человек подписался к вам, или даже не подписался, это вывести, ой, у меня тут кот кусается, это вывести человека на диалог, пообщаться с ним, а как ты его еще, ну, не пишите первые сообщения, пишите там, здравствуйте, рады друзьям, там, давайте познакомимся, там, чем вы занимаетесь, да, но все равно, если одно и то же слать, это уже, ну, я не знаю, я работаю всем этим методом, я на методе рассылки первых сообщений выросла, и расту дальше, у меня только с этого много регистрации, я не заморачиваюсь, кто там что говорит, какие-то там бренды, бренд должен совмещаться с диалогами, да, тем более на личном бренде не заработаешь, это должна быть уже система работы, и входить в бренд, влить в эту систему, вот, поэтому, работа хоть в инстаграме, хоть в фейсбуке, хоть в контакте, у меня одна, выслать сообщения, чем больше людей я пообщаюсь с количеством, тем больше будет у меня регистрации, все остальное мне, мне все равно, вот, так, сколько видований профилю за остальные 7 дней, смотри, Оль, здесь у меня, ну, смотри, я сейчас включу, давайте я включу, покажу, я не помню, видований, они считаются, каждый день, если каждый день работает программа, увеличивается, да, за один день, там, у меня, когда я начинала, после перерыва, было, что видований за день, это очень мало, не показывает, ладно, не показывает на этом, ну, где-то уже тысяча-полторы есть, тысяча-полторы есть, вот, на какие ваши сообщения, больше всего люди откликаются и спрашивают, да, на обычные, здравствуйте, меня зовут Старун Оксана, да, там, директор по развитию бизнеса в компании Джерель, я предлагаю удаленную работу, в Инстаграм, через терточку, в Фейсбук, вот, и, что, график свободный, карьерный рост, доход в среднем 8 тысяч, или 5 тысяч, если интересно, пишите, там, для вас актуальная работа, то есть у меня все одного типа сообщения, просто делать их нужно массово, у меня массовость, у меня статистика работы очень большая, очень большая, потому что я не работаю, я не отпихиваюсь на вот эти, да, я не ориентируюсь на вот этих цифрах, моя цель сесть и сделать регистрации две, если мне при этом даже придется разослать 200 сообщений у первых, я это вручную даже могу сделать, хоть в Фейсбуке, я не лягу спать, пока они сделают свою регистрацию, если я вижу, что у меня уже их мало, или там, да и вообще должен постоянно быть поток, да, поэтому я работаю на результат, еще пишу посты и у меня два раза прошло, конечно, потому что активность, у тебя на странице появилась активность, люди к тебе заходят, к постам еще, если писать хэштеги, и хэштеги те, которые соответствуют вашему посту, такие хэштеги, как бизнес, работа на дому, работа в декрете, они не рабочие, поэтому лучше пишите, города в хэштегах, да, ну, такие там, весна, если это пост про весну, или время, или там, идеи, советы, то есть, как бы, хэштегов очень много, и тогда у вас активность будет еще больше, потому что люди как-никак, они по хэштегам ходят, находят публикации, заходят, и очень даже хорошо это работает, вот, и если система действий на странице есть, активность, статистика посещения страницы тоже в разы будет вырастать, в разы просто, и все. Есть еще какие-то у вас вопросы? Будем уже заканчивать, у меня уже все. Программу сниму, расскажу. И вам спасибо за вопросы, что пришли. Инстаграм я настраивала, я же говорю, не так, что я все бросила, и села работать в Инстаграм, разбирать его, как там, что делать. В Инстаграм я настраивала параллельно рекрутингу ВКонтакте, в Фейсбуке, то есть, у меня были и регистрации, отдельное время я уделяла на то, чтобы заняться, чтобы не потерять вот этот поток. А потом уже попробовала, результат пошел с Инстаграма, и я осталась в нем. То есть, как бы нельзя тогда категорически все перейти в одно, а там будет результат или не будет, начинать работать. Нужно это все делать, совмещать как-то. Все, да, все тогда, все уже начали выходить с вебинара. Все, спасибо, что пришли на вебинар, была рада с вами поделиться своими фишками, да, будут вопросы, пишите. Все, всем хорошего дня.